В ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской атомной станции. Из разрушенного реактора шел выброс в атмосферу опасных радиоактивных элементов. Непригодной для жизни могла стать большая часть Европы. Секретно. 26 апреля 1986 года. Киев. Решение правительственной комиссии по ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС. В первую очередь создать над кратером реактора защитный слой из песка, доломита, бора и свинца. Для этой цели использовать вертолеты военной авиации. Срок исполнения немедленно. Председатель комиссии Борис Щербина. По тревоге были подняты пять вертолетных полков. Но первыми вызвали экипажа из 344-го центра боевого применения вертолетов из города Торжок. Поскольку только там разрабатывались методы использования вертолетов. Экипаж Владимира Просолова первым вылетел на разведку реактора. Уже над реактором все члены экипажа почувствовали незначительное сжение лица, налет на губах. То есть чувствовалось, что что-то происходит не то, к чему мы привыкли в нашей жизни. Просолов вызвал вертолеты со смесью свинца и песка. Началась засыпка реактора. Следом за вертолетами Торжокского центра десятки машин военно-транспортной авиации ссыпали изолирующую смесь. Загружались песком и с режима висения лебедкой открывались створки контейнера и мешки с песком падали в реактор. Через открытый люк экипажи подвергались сильному облучению. К вечеру специалисты из Торжка разработали новый прием – засыпать груз в купола десантных парашютов и отцеплять их над реактором. В ночь на 30 апреля была распространена методика, по которой вертолеты боевых частей конвейером начали закрывать кратер. Летчики через 2-3 дня уже оказывались в Центральном военно-клиническом амбицированном госпитале. И шла простая фиксация, как мы говорим, боевой нормы – 25 рентген. Но кто на сколько на самом деле, как говорится, был облучен. Поэтому жизнь, конечно, потом расставила свои все точки над «и». К вечеру 1 мая активная зона реактора была закрыта. Выброс сократился в десятки раз. В решающий для судьбы всего мира момент, когда тысячи смертельных доз радиации каждую секунду выбрасывались в воздух, командование смогло бросить на ликвидацию аварию единственное в стране подразделение, которое в считанные часы смогло перекрыть жерло реактора. Наш фильм посвящен 344-му ЦБП – уникальному центру боевого применения вертолётов. Вы узнаете способы использования оружия, о которых не догадывались даже его разработчики. Мы расскажем, как ведётся современный вертолётный бой, как избежать попадания Стингера, и как летать в абсолютной темноте. Конец 50-х годов. Страна Советов живёт надеждами на светлое будущее. Ликование вызывает успехи в освоении космоса, которые были связаны со стремительным ростом ракетно-ядерного потенциала. Стратегический курс советского руководства на развитие ракетной техники привёл к сокращению надводного флота и боевой авиации. Особенно пострадали вертолётные войска, поскольку военные специалисты не видели перспектив их боевого применения. Но к середине 60-х, с началом Вьетнамской войны, положение радикально изменилось. Американцы построили несколько классов вертолётов, которые наносили удары по наземным целям, выбрасывали десанты в горах и джунглях, быстро эвакуировали раненых. Аэромобильные соединения оказались способны резко изменять обстановку на поле боя. Секретно. 6 мая 1972 года. Москва. Начальнику главного бронетанкового управления Министерства обороны СССР, генерал-полковнику Юрию Потапову. Неудача совместного наступления армии Демократической Республики Вьетнам и отрядов Национального фронта освобождения Южного Вьетнама на стратегические позиции американцев обусловлена применением вертолётов «Хью Кобра», оснащённых противотанковыми ракетами «Тоу». До 80% потерь в бронетехнике вьетнамские товарищи понесли именно от вертолётов. Старшей группой советских военных советников в Демократической Республике Вьетнам генерал-майор Николай Максименко. США оказались лидерами в одном из важнейших видов вооружения. Советское военное руководство приняло экстренные меры, чтобы догнать потенциального противника. Ежегодно формировалось от двух до трёх вертолётных полков. В случае перерастания холодной войны в открытый конфликт, главным театром военных действий неминуемо становилась Европа. В странах Варшавского договора развертывались вертолётные дивизии, которые должны были взаимодействовать с советскими танковыми армиями. Наши направления были Италия, Австрия и Германия. Мы должны были выбрасывать специальных ребят десантно-штурмовых, захватывать плацдармы. Бурный рост вертолётной авиации создал проблемы. Молодые пилоты не обладали боевыми навыками. Был необходим единый центр для исследования пилотажных свойств вертолётов и передачи опыта пилотам строевых частей. 1 ноября 1979 года в Торжке была создана особая воинская часть. 344-й центр боевого применения вертолётной авиации. В неё направили лучших мастеров пилотажа и научные кадры со всей страны. Основанный в IX веке, Торжок был ключевым пунктом торговли между Северной и Центральной Руссией. Город захватывали и сжигали 28 раз, но всякий раз он возрождался. Героическая оборона Торжка заставила хана Батыя отказаться от похода на Новгород и повернуть на юг. Через Торжок пролёг путь из Петербурга в Москву. В городе останавливались все выдающиеся личности XIX века. Родина знаменитого архитектора Львова. Сегодня Торжок известен единственным сохранившимся в России златошвейным промыслом и пожарскими котлетами, воспетыми ещё Пушкиным. Торжок выбрали не случайно. Здесь базировался 696-й отдельный вертолётный полк, который выполнял особые задачи. На его базе обучались лётчики из дружественных стран. Пилоты полка привлекались к поиску спускаемых космических аппаратов и участвовали в грандиозных авиапарадах 60-х. Был такой генерал Новицкий, который командовал армейской авиации ещё в составе ВВС в те дремучие-дремучие годы, когда всё это зарождалось. И когда появилась вот эта необходимость создать центр, у него не было другого варианта, как создать его там, где он был командиром полка. Первые полгода после ввода советских войск в Афганистан противодействия вертолётам не было. Но при полётах в горах произошла серия неожиданных катастроф. С этими проблемами мы столкнулись в основном, когда началась эстафета Афганистана. То есть когда приходилось лётчикам армейской авиации работать в условиях высокогорья и в условиях повышенных температур. До этого как-то в наших, в умеренном климате эти проблемы не всплывали. На высотных режимах полёта Ми-24 между хвостовой балкой и винтом иногда образуется разрежённое пространство, отчего нос вертолёта начинает подниматься. Стандартная реакция пилота наклонить винт вперёд. Это лишь увеличивает разрежённое пространство сзади и образует впереди уплотнение воздушного потока, ускоряя подъём. Это опасное явление лётчики назвали подхватом. При подхвате вертолёт начинает резко задирать нос, а ручка управления обычно заклинивает. Нормальная реакция лётчика попытаться отдать ручку от себя, но от этого вертолёт, как говорится, встаёт на дыбы и падает. Специалисты Центра боевого применения совместно с КБ «Миля» разработали собственный метод выхода из подхвата, который, в принципе, противоречит нормальным реакциям лётчиков, наработанным годами. Для этого нужно просто оставить ручку управления в покое и чуть-чуть опустить рычаг шаг газа. Вертолёт снова становится управляемым. Этот простой, на первый взгляд, способ сохранил жизни сотням лётчиков. Уже началась партизанская война. У маджахедов появились тяжёлые пулемёты. Специалисты Центра предложили тактику низкого полёта. Пулемётчики не успевали прицелиться в вертолёт. Подобная тактика требовала высокого уровня мастерства пилотов, который было сложно поднять за два месяца стажировки в Торжке. В Центре разработали систему поэтапного обучения эстафета. Сначала пилотов учили воевать в Торжке. Месяц у нас, или два даже, шли занятия, конспекты, всё как положено, зачёты, экзамены. Потом полёты. Влётывались мы с нуля до полного изучения всех особенностей. Мы стреляли, бомбили комплексно. Ночью у нас даже упражнения такие были. Не знаю, кто разработал, по-моему, ребята с этого центра. Когда пара вертолётов ночью разгоняется, кабрирует, стреляет ракетами световыми, подсвечивает все цели, потом пикирует, переключает на другие блоки, стреляем в выводе из пикирования, из пулемёта. То есть, ну, комплекс был полный. Я скажу, это было сильно, сильно. Лётчики отправлялись в свои части получать вертолёты, приспособленные для полёта в гора. Там технические специалисты переучивали экипажи на новую матчасть. Только освоив технику, лётчики перелетали на ней в Среднюю Азию. Существовал такой специальный центр горной подготовки авиации, армейской авиации в городе Черчаке, ныне зарубежном. Там нас учили летать на высокогорной площадке, стреляли мы там на горном полигоне, с отворотом там в узких ущельях. Возглавлял центр в Черчаке Борис Воробьёв. Он лично принимал экзамены у пополнения перед отправкой в Афганистан. В 81-м году у душманов появились переносные зенитные комплексы «Рэдай» высотой поражения до 2 километров. По настоянию центра высоту полётов подняли выше 2000 метров. Так летали в течение пяти лет. Но всё изменилось в один день. 29 сентября 1986 года. Пакистан. Рывалпинди. Бригадному генералу Мохаммаду Юсуфу, начальнику афганского отдела военной разведки Пакистана. Из отчёта командира группы маджахедов. Четыре дня назад моя группа первой применила стингер вблизи русского аэродрома в Джалалабаде. Двумя залпами выпущено пять ракет. Сбито три вертолёта Ми-24. Одна ракета прошла мимо цели, так как вертолёт успел приземлиться. Ещё одна не сработала и упала рядом с нами. Чтобы она не попала к русским, мы разбили её камнями. Командир группы инженер Кафар. Хотя в тот день реальные потери составили один Ми-24 и один Ми-8, первое применение стингера продемонстрировало страшную силу этого оружия, поражавшего цели на высоте до пяти километров. Были испробованы десятки способов защиты вертолётов от попадания стингера. Отстрел термических ловушек, противоракетные манёвры. Но за три последних месяца 86-го года было потеряно 23 вертолёта, больше, чем за весь предыдущий год. Командование поставило центру задачу срочно найти выход из тупика. Изучив особенности пусков стингеров, специалисты центра обратили внимание, что ракета начинает поиск цели на высоте около 30 метров. И предложили вновь вернуться к полётам на высоте 15 метров на больших скоростях с огибанием рельефа. Так рождался знаменитый афганский стиль полётов. По мне лично два раза пускали стингер, и два раза удавалось уходить. Уходить, потому что мы летали на предельно малых высотах. Реакция была хорошая, молодецкая, да. Отстреливали ловушки термические. Как-то получалось, получалось. То есть потерь у нас боевых, в общем-то, не было. Вот в нашем подразделении, по крайней мере. Стингеры доставлялись в Афганистан караванами машин вместе с другим оружием. Советские вертолётчики устраивали за ними настоящую охоту. Эти караваны, как говорится, очень много демаскирующих признаков. В первую очередь, пыль. Они видны далеко, с расстояния 20-30 километров, и переклад их не представляет никакой абсолютно сложности. Караваны стали передвигаться по ночам, но вертолётчики находили их по свету фар. Маджахеды стали ездить с выключенными фарами. Ложился один дух на крыло, поджигал факел, и таким образом перемещались. Естественно, скорость передвижения становилась меньше, но с воздуха различить, это пожар, или это двигается какое-то средство с этой высоты, из-за малой скорости передвижения, значит, становилось, ну, крайне тяжело. Специалисты из Торжка нашли выход и из этой ситуации, используя ракеты воздух-воздух. Оказалось, их самонаводящиеся головки могли обнаруживать не только струю из сопла самолёта, но и разогретые моторы автомашин. Если тебе подтвердили, что там своих нет, а тебе нужно поражать противника, включаешь ракету, загорается лампочка, загорается зумбер, значит, головка захватила. Всё. Что ты с факелом, что ты без факела едешь, хоть ты стоишь, если ты запустился, значит, ты подвергнен. То есть, возможность, то, что по тебе наносит удар, высокая вероятность. Ночной бой стал основной формой ведения войны в Афганистане. Наземные войска остро нуждались в круглосуточной поддержке с воздуха. В принципе, вертолёт мог летать в полной темноте, но с включёнными фарами и по хорошо изученному маршруту. Теперь военное руководство поставило перед лётчиками абсолютно новую задачу. Научиться летать в полной темноте и над неизвестной территорией. Но первый опыт полётов с обычными армейскими очками ночного видения оказался неудачным. Все приборы в кабине светились слишком ярко. Тогда кнопки и сигнальные лампы лётчики стали заклеивать обычной изолентой, оставляя лишь узкие щелочки. А в конструкторские бюро из ЦБП ушли задания изготовить очки ночного видения для пилотов, приборные доски с приглушённым светом и новые стёкла кабины, не дающие бликов. К концу Афганской войны затемнённые кабины и лётные очки для ночных полётов были приняты на вооружение. Но окончательно решить проблему не удалось. Требовались приборы ночного видения нового поколения. Опыт Афганистана вывел российскую школу пилотирования вертолётов в мировые лидеры. Но для советской армии приоритетным оставалось западное направление, где вертолётные части выполняли особую миссию. Неся дежурство в Германии, реально был у нас мой однокосник, будем говорить так, однополчанин, перехватил, посадил, принудил посадки лёгкомоторный самолёт. Но, к сожалению, как курьёз поп оказался, который летел в Берлин, и заявка его не прошла. Вскоре ещё один курьёз стал мировой сенсацией. По иронии судьбы, 28 мая 1987 года самолёт Матиоса Русто пролетел недалеко от Торжка, но приказа на его перехват не было. Перелёт Русто обострил и без того тревожную обстановку. Всё чаще советские и американские вертолёты зависали друг против друга по разные стороны границы ГДН. И мы, хотя и не хотя, не проще, ну, как мальчишка озорной, да, с той стороны и с той стороны, начинали ввязываться в то, что как бы не подраться, да? Ну, вот эти, ну, это называлось в маневрировании, да, в провокации друг на друга, что кто кого атакует, кто не позволяет себя атаковать, так? И поэтому эти иногда провокации заканчивались плохо, и одна из них у нас закончилась тем, что наш экипаж себя обрубил балку и погиб. Хотя вертолёты использовались военными уже 40 лет, только в конце 80-х стало ясно, что бой между ними возможен. Но тактики ведения подобных боёв не было. И тогда в 344-м центре вспомнили давно забытые приёмы. Ведение воздушных боёв, воздушного боя, во многом впитало в себя тактику ведения нашим истребителям периода Великой Отечественной войны воздушных боёв, поскольку примерно тот же самый диапазон скоростей. На основе опыта Великой Отечественной в Торжке началась разработка приёмов тактического маневрирования и стрельбы по воздушным целям. Воздушный бой на вертолётах он более решитель и пагубен тем, что вертолёты не разойдутся. Они выйдут обязательно на режим малых скоростей друг против друга. И кто пока кто-то кого не завалит. Вот этим. Потому что убежать невозможно. Секретно. 12 сентября 1987 года. Москва. Начальнику ГРУ Генерального штаба Вооружённых сил СССР генерал-полковнику Евгению Тимохиеву. Фирма «Боинг» около двух лет ведёт разработку новой версии вертолёта «Апач». Для ведения маневренного воздушного боя вариант «Браво» имеет больший размах крыла и двигатели увеличенной мощности. Предусмотрена установка ракет класса «Воздух-воздух» «Сайн-Туиндер» на внешней подвеске. Военно-воздушный атташе СССР «Вашингтоне» полковник Анатолий Мазуркевич. Из полученной информации следовало, что американцы готовятся к вертолётным боям. На фирмах «Миль» и «Хамов» уже взлетали прототипы машин, превосходящие «Апач». Но эксперты центра понимали, что до их поступления в войска пройдут годы. Только превосходство в тактике могло компенсировать техническое отставание. Вы впервые видите недавно рассекреченные кадры из учебного фильма, снятого в 344-м центре. Для успешного ведения воздушного боя лётчику необходимо максимально использовать боевые возможности своего вертолёта и учитывать манёвренные характеристики вертолётов вероятного противника. В воздушном бою необходимо слётанность строя, но в случае ракетной атаки надо совершать быстрый манёвр ухода. Усложнившаяся тактика боя потребовала разработки группового высшего пилотажа. У начальника центра Бориса Воробьёва и его заместителя Евгения Игнатова появилась мысль собрать из лучших инструкторов пилотажную группу, позже получившую название «Беркуты». Ну это такие уже в возрасте подполковники, это порядка 30 лет с хорошим опытом эксплуатации, прошедшие в основном и Афганистан. Я был назначен ведущим и потом в этой ипостасе пролетал больше 10 лет. «Беркутам» рукоплескали авиасалоны. В их состав вводилось все больше машин разных типов. Так еще не летала ни одна пилотажная группа в мире. На успехи центра обратило внимание руководство страны, решившее использовать их для поднятия имиджа державы. В 91-м году центр в Торжке получил необычное задание подготовить вертолет и особый экипаж к перелету в Америку. Маршрут рекордного перелета из Торжка в Майами проходил через Аляску. По этой трассе во время войны американские истребители перегонялись в Россию. 28 тысяч километров. Прежде на вертолетах так далеко не летал никто. Каково же было удивление американцев, когда они увидели в кабинах этого вертолета женщин-пилотов. Еще больше изумления у них вызвал тот факт, что одной из них было 58, а другой 60 лет. Этот вертолет планировали продать с аукциона во Флориде, а на вырученные деньги поддержать ветеранов российской авиации. Но американцы, уже закупившие несколько Ми-24-х в Восточной Европе, не проявили интереса к этой машине. Сегодня специалисты ЦБП рады, что продажа не состоялась. Вертолет, ставший легендой российской авиации, остался на своей родине, в Торжке. Ми-24 встал на вечную стоянку в музее-части. Созданный еще в 89-м году, музей остается единственным в наших вооруженных силах, где собрано большинство типов вертолетов, освоенных летчиками армейской авиации. В начале 90-х Михаил Горбачев провозгласил политику открытости общества. Советские граждане получили возможность свободно ездить за рубеж. СССР активно включился в международные программы, в том числе заключил соглашение об отправке контингента в состав войск ООН. Войска ООН созданы в 1950-м году. Воспользовавшись тем, что Советский Союз из-за войны в Корее игнорировал заседание Совета безопасности ООН, США провели решение о создании вооруженных сил Организации Объединенных Наций. Контингенты 16 стран под флагом ООН воевали в Корее на стороне США. В конце 50-х годов статус войск ООН изменился. Голубые каски стали осуществлять миротворческие миссии. С 1974 года советские военные участвовали в миссиях ООН только в качестве наблюдателей. Сегодня голубые каски находятся в 16 странах. В 92-м году первыми войска ООН были направлены вертолеты центра Таджкента. Из-за отсутствия у военного руководства опыта подобных операций контракты для наших пилотов были составлены самым невыгодным образом. Поэтому на наиболее опасные задания командование сил ООН стало посылать именно российские экипажи. Начальник миссии Джо Ворон. Поэтому любимая песня, которую мы спели, это была песня про Черный Ворон с ассоциацией. Ну, я не знаю, что это или его служебная амбиция. Только эта миссия авиационная несет патрулирование не только днем, а круглосуточно. Нашим экипажам пришлось летать днем и ночью. Техника не выдерживала нагрузки. Однажды ночью у вертолета отказал один из моторов. Майор Соколов с дальней границы это у него 2 часа 30 минут, 2.30 у него произошел отказ двигателя, но правда на высоте 2.30 он успел набрать высоту, и вот он 2.30 шел на одном двигателе. Дошел нормально, произвел посадку, ну, после чего, конечно, пришлось снимать и этот двигатель, поскольку максимум, что можно на этом режиме работа это 2 часа. В начале 90-х закрылись центры подготовки пилотов бывших советских республик. 344-й центр остался единственным в России, но и над ним нависла угроза закрытия. Начальник центра, лучший пилот России Борис Алексеевич Воробьев всеми силами боролся за его сохранение. В те годы главной проблемой авиации, в том числе и вертолетного центра в Торжке, была нехватка керосина, и тут пригодились прежние на работе. Мы полностью перестали поставлять керосин, вся боевая подготовка свернулась, и мы нашли это средство за счет заказчика, то есть центр сохранял свою боевую готовность на высочайшем уровне за счет применения авиации на внутреннем рынке, и в том числе потом вышли на зарубеж, уже по ООНовским контрактам центра направлял летчикам. Тогда же, кстати, курсы английского языка первого в Торжке организовали, первых летчиков подготовили, чтобы не говорили, что русские, они там вообще ничего, двух слов связать не могут. Борис Воробьев понимал, что без освоения новейшей техники центр не имеет перспектив. Его любовью стал вертолет К-50 «Черная Кула», прибывший в Торжок в 93-м году на войсковые испытания. Исторический день жизни нашего центра. Сейчас наша задача подготовить летный, технический состав, приступить к полетам, к исследовательским полетам. Созданный по соосной схеме К-50 обладал невиданной прежде для боевых вертолетов маневренностью. Борис Алексеевич, в принципе, это, можно сказать, что это великий человек, который очень много внес в тактику применения вертолетов. Оказывается, чем меньше скорость полета, тем более машина становится более верткой в воздухе. Ставили здесь эксперименты, когда он один, уходя на малые скорости, оборонялся и успешно против двух, а то и четырех атакующих его вертолетов. Прекращение закупок военной техники в середине 90-х поставили проект К-50 перед угрозой закрытия. Но к черной акуле проявили интерес иностранные заказчики. Контракт с ними давал шанс сохранить производство. Чтобы показать способности вертолета, Борис сложную показательную программу. Вообще уникальный, неординарный, глубоко одаренный, талантливый человек. И по простоу частному за глаза где-то даже отсутствие говорят. Просто летчик был от Бога. Мы собирались все время, да, и во-первых, мы смотрели за каждым полетом и уточняли, как лучше сделать, что лучше сделать. Мы стояли, смотрели его полет, я стоял с врачом полковым, на удивление, как-то никого больше не было, все были заняты в полетах. Ну и когда он так раз и потянул в левую воронку, я так думаю, ну золото у нас командир, вот только проговорили, вроде он все время занят, в принципе уже законченный вывод, он уже выводит, все с остаточным креном, где-то 5 градусов, вот у меня такое ощущение было, что как галки, бах, галки полетели. Ну понятно было, что это перехлест нижнего верхних винтов. Мне начальник училища позвонил в гостиницу, сказал, Гена, значит, у вас в Торжке беда. Но я не думал и не подразумевал, что разбился Воробьев. Здесь да, малоисследованный режим. Этот режим достаточно сложен для аэродинамики соосного вертолета. Вертолет, ведь не Греция это плохой вертолет. Вертолет хороший. Вертолетчики говорят, что Борис Воробьев для них, как Валерий Чкалов, для всей авиации. Как и Чкалов, Борис Воробьев был влюблен в небо. Приходя домой после полетов, он строил в гараже автожиры. К сожалению, их судьбы похожи. Оба пилота погибли, пытаясь как можно полнее раскрыть летные качества уникальных боевых машин. Но в отличие от истребителя И-18, на котором разбился Валерий Чкалов, любимый вертолет Бориса Воробьева, К-50, или, как его называют, черная акула, был принят на вооружение. В ближайшее время целый вертолетный полк будет укомплектован новыми машинами К-50. Однако в 90-е годы новейшие вертолеты в армию так и не поступили. Руководству страны казалось, что вертолетов и классных пилотов достаточно для участия в любом вооруженном конкурте. За недальновидность пришлось расплачиваться. В первой чеченской кампании 94-го года войска остро нуждались в авиационной поддержке. Выяснилось, что пять лет простоя и увольнение лучших авиационных кадров привели к страшным последствиям. Летать оказалось некому. Уровень общий упал подготовки личного состава. Учить стало негде. Центры все позакрывались. Все, кто же вышли в бой. Из-за нехватки пилотов в армейских частях в бой была брошена элита, инструкторы центра в Торжке. Последние 30 лет армейская авиация не вылезает из этих локальных потасовок. Поэтому, конечно, центр не может стоять в стороне, он никогда не был в стороне, не будет. Мы как единое целое и составляющее всей армейской авиации естественно принимаем участие в решении выполнения поставленных задач. Эта война мало походила на предыдущие. которые воевали против нас, чеченские братья с зарубежной всякой помощью были прекрасно вооружены, стреляли, я вам скажу, лучше, чем афганцы, гораздо лучше. И тактику они знали прекрасно. То есть уже в те годы я считался достаточно виртуозным бойцом, но больших трудов стоило уворачиваться. На речке застрял наш бронетранспортер, его подбили посредине речки и там внутри люди сидели вот наши. Их надо было прикрыть, завесу поставить ракетную, потому что с того берега стреляли. Полетаем вот здесь, они начинают стрелком вот сюда дальше, за речкой, за речкой. Вот мы работаем, ракета стоит. И сразу они начнут. Пару подняли нашу. Вот я ведущий, боже мой, без 24-ок, без брони, собственно, начали стрелять по нам. Причем нагло по дуну вооруженным вертолетом, открыли пальбу, ведомый кричит, ну что, уходим, по нам стреляют. И что-то кто-то так зацепил, думаю, ё-моё, мы же такие сопки брали, а тут неужели мы уйдем? Говорю, нифига, на боевой. Вот мы сделали два захода, высадили весь БК, стрельба прекратилась, в этот же день пошла туда группа разведки, и на следующий день доложили о 60 найденных на месте трупах. Во вторую чеченскую кампанию вступила уже совсем иная винтокрылая авиация. 344-й центр возродил систему эстафета. На Северный Кавказ начали прибывать только хорошо подготовленные лётчики. Секрет. 4 февраля 2000-го года. Хангала, командующему объединённой группировкой войск на Северном Кавказе генерал-лейтенанту Геннадию Трошу. Докладываю. Операция охоты на волков по штурму Грозного успешно завершена. Согласно сведениям разведки, лишь небольшой группе боевиков удалось прорваться через кольцо окружения. Командующий штурмовой группировкой генерал-майор Владимир Булгаков. Остатки банд, бежавших в горы, перешли к тактике ночных диверсий. Перед армейской авиацией вновь стала проблема ночного применения вертолёта. Из Торшка на Северный Кавказ прибыли предсерийные образцы Ми-28Н и К-50, оснащённые системами ночного видения. Первое применение вертолёта показали, дали эффективность вскрытия до 150 целей. Понимаете? До 150 целей каждым экипажем ночью. Они же не предполагали тоже. Уходили боевики зелёнки, гнутые, ну, кастры и прочие в открытую. Эти все бандформирования находились, их бери. инфракрасные, лазерные и телевизионные системы позволяют пилоту наблюдать поле боя даже лучше, чем днём. Самые последние разработки это совмещение всех этих трёх каналов в единое целое. Есть у нас такие изделия, как ГОЭС, которые вообще позволяют получить практически в ночных условиях картинку чёрно-белого телевидения. Сегодня десятки пилотов повышают уровень своего мастерства в торжке. Разворачиваемся. Пошли на разгон. Выводим. Левая восходящая спираль. Этот элемент подготовки полёта называется пешей полётному. Отрабатывается место в боевом строю, манёвры в воздухе. Пошли на снижение. Так, проходи приезжей вот опять с новичком взлетает инструктор. Сменяются обучаемые экипажи. Недавно в центре установили тренажёр виртуального пространства полёта. В российской армии ещё не было ничего подобного по степени приближённости к реальным условиям. Даже иной раз переживаю больше летая, потому что молодой лётчик, он ещё более не так влётом и так далее. Я же знаю, что любая ошибка или ситуация приведёт к непоправимому. И поэтому подсознательно я уже реагирую. И иной раз не хочется вмешиваться, а нервы-то они не железные. Поэтому приходится переживать, и выходишь уставший больше, чем молодой пилот оттуда. Тренажёр полностью имитирует ветер, облака, отказы систем. Может воспроизводить полосу и рельеф большинства аэродромов мира. В планах центра создать новую версию программы, имитирующую воздушный бой. В 2004 году небывалый лесной пожар в Курганской области грозил гибелью 13 городам и посёлкам. Вертолёты МЧС быстро устранили угрозу. МЧС Рафаиль Закиров. В прошлом один из лучших методистов центра боевого применения. В стенах нашего центра за его по сути дела почти 30-летним прошло подготовку более 18 тысяч офицеров. В 2004 году Пентагон заявил о прекращении программы создания вертолёта пятого поколения Каманч. стоившую 60 миллиардов долларов. Военные аналитики заговорили о кризисе боевых вертолётов. Однако через два года Конгресс США утвердил программу закупки почти 500 боевых вертолётов различных типов. Вертолёт это наверное основное мобильное средство вооружённой борьбы сухопутных войск. И даже возьму на себя смелость сказать, что до конца возможности по его применению они ещё не исследованы, а с войны. Вертолёт превратился в неотъемлемый вид вооружения сухопутных войск, как артиллерия и танки. Особо возросла его роль в ночных боях и уничтожении небольших групп противников. В российской армии износ вертолётного парка достиг 70%. Будущих вертолётчиков готовит всего одно военное училище. В тайном трактате по искусству меча самурайского клана Ягю говорится, есть сотни приёмов боя, но все они служат одной цели победить. Там, где появлялись пилоты центра боевого применения, им всегда сопутствовала победа. В соответствии с программой вооружения, до 2015 года для российской армии будут закуплены сотни новых боевых вертолётов. А это значит, что на ближайшее десятилетие у асов из 344 центра есть работа. Научить экипажи винтокрылых машин всегда побеждать. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова